Уважаемые любители моих небольших роликов о фотографии! Сегодня я должен рассказать вам о интересном. То есть хочу рассказать о одной из своих любимых камер. Но для начала отвечу на вопросы зрителей. Что это за аппарат такой начинается у всяких роликов, где написано science fiction с фильма. Ну это потому, что мои часто идеи воспринимаются гражданами пониженной интеллектуальной ответственности. Ну не совсем адекватно. Поэтому я вынужден предварять свои ролики для защиты от интеллектуальной немочи. С того, что это science fiction. То есть для вас, господа, которые страдают нежным слабоумием и приятным дебилизмом, это просто science fiction. И не придирайтесь к старенькому профессору, склонному к различным сомнительным удовольствиям. Ну что тут говорить? Все понятно. Хронический алкаш, как пишут некоторые отставные алканавты, которые очень мне завидуют. Значит, к тому же явно преклонных лет и дурных наклонностей. Ну что еще тут сказать? Больше уже никак опустить невозможно. Ну что ж, я вас с этим и поздравляю. И для подтверждения своих глубочайших заблуждений. Вот видите, сальца с перчиком. А этих перчиков, вот, это очень острые перцы. Ну, типа Каенского. Вот я сейчас совершу акт возлеяния, но вы его не увидите, потому что я не нарушаю законов. И тем более, не пропагандирую. Это очень все вредно. Ни в коем случае. Особенно хорошие сигары в сочетании с коньяком. Гадость, гадость, гадость. И не думайте даже повторять за мной. Мерзость. Ни в коем случае. И это тоже запрещено. Это же жир. Это же холестерин. Тоже нельзя-нельзя. Ну, вот, после такого начала я теперь расскажу кое-что интересненькое. Дело в том, что в начале фильма, вот это Science Fiction, там показана очень интересная кинокамера. Она лучшая. Я с ней расстался, просто обливаясь с людьми. Почему? Потому что она сейчас стоит в кутузу фото. Ну, вот. И она снабжена не просто объективом, а одним из первых объективов зумов для кинокамер. Бертье. Сделанным просто идеально. Да и сама и камера в идеальном состоянии. Именно этими камерами снимали покорение Эвереста. Различные всякие военные события во всем мире. Эта камера создана нашим соотечественником. Поэтому называется Боликс. Придумал ее Богопольский. Он еще, кстати, много чего придумал. Его все время успешно обворовывала фирма Лейка. И он выпускал на своей фирме Альпа замечательные узкопленочные камеры. Ну, типа Лейки. Ну, их называли в Европе Лейка для миллионеров. Ну, вот. И заодно снабжал их оптикой Бертье. Шикарная оптика, шикарная камера. Я снимал такой. Могу сказать, что она оправдывала свое название. Ну, сейчас речь идет не о том, кого обворовывали на лица, а о том, кто это делал. Значит, сегодня я хотел рассказать о целой серии камер, которые, в общем, я отслеживал с самого начала, под названием Лейка серии SL. Я сначала попробовал камеру Лейка SL первую. Сравнивал я ее ролик. Это есть в интернете. Сравнивал я ее, не помню с кем, с Кананом, что ли, с каким-то. Ну, Кананом вообще сравнивать лучше ничего. Это как с аппаратом смены. Не позориться. Но, тем не менее, меня уговорили. Я поддался на уговоры. Человек слаб. Ну, в общем-то, не очень SL была. Но зато SL2S, она вот у меня, собственно говоря, в руках. Вот она. Ну, и сейчас вы увидите на ролике. Она как раз появилась у меня с объективом очень интересным. 16-35. Роскошным. Вот эта камера. У меня к ней претензий никаких нет. Почему? Потому что разрешение там чуть больше 25 мегапиксел, кажется. Ну, что тут в наше время, когда он полно камер более разрешающих, что там заморачиваться. А нет. Дело в том, что у этой камеры уникальная видеопрошивка. Такая, что я как-то получил в руки. И несколько лет пользовался. Кстати, многие ролики были сняты с этим объективом. Объектив сделанным специально для кинокамеры RED. И я его поставил через переходник поэльевский на вот лейку SL2S. И наслаждался. Поскольку у меня исходные, так сказать, мурзилки из RED Dragon были, я сравнил. Могу сказать. Ну, во-первых, лейка SL2S дешевле, а во-вторых, лучше. В общем, неудивительно, что такая судьба и постигла эту фирму. Ее, как известно, купила одна из японских крупных корпораций. Так вот, все то же самое, только дешевле, качественнее и эффективнее. То есть, лейка SL2S оказалась блестящей. Плюс у меня еще к ней три объектива. Значит, ну вот, 16-35, о котором я уже упоминал. 90-280, это один из моих любимых объективов для видеосъемки. Ну и то, что стоит на ней сейчас, в данный момент, 24-90. Все объективы чудные совершенно. То есть, они позволяют снимать, ну, просто блестяще. То есть, они полностью, как вы понимаете, удовлетворили меня. И никакие редовские фиксы меня, так сказать, не смутили. Кстати говоря, редовский этот фикс я отнес в Кутузов фото, куда, в общем, я отношу большую часть своих фотоаппаратов. Так вот, вот эта вот кинокамера Bolex, Богопольского, она тоже сейчас, кстати, вместе с этим объективом стоит на продажу. И даже, по-моему, подешевела уже от стояния в Кутузов фото. Ну, желающие могут купить. Но это лучшая 16-ти, с моей точки зрения, естественно. Исключительно субъективный. Лучшая кинокамера 16 мм. Я ей пользовался немного, сразу говорю, в основном с научными целями. И хотя эта легендарная камера, действительно, сделавшая имя ее создателю, и та, которая использовалась даже в 90-е годы для съемки художественных фильмов, я не шучу, пленка высококачественная, позволяла это делать, сейчас стоит в продаже. Ну, сейчас, в общем, известный ренессанс наступает. То есть, для людей дошло, что лепиздрические картинки, они как-то не катят. И многие начали увлекаться пленочкой. Так вот, когда я заполучил эту замечательную камеру, я, естественно, сразу же отправился... Еще у меня один был объектив, Эль Мару, этот 16-35. Я тут же побежал снимать миру. Мира, вот вы ее сейчас видите, она, конечно, впечатлила меня. То есть, при 25 мегапикселе разрешение и тона передачи, самое главное, передача оттенков, высветления вот этих вот всех тонов, которые уничтожают разрешение в большинство камер, они перестают вообще разрешать, что бы то ни было. Оно сохраняется. И очень точно, поскольку я использую всякие подлые приемы, типа цвета анализаторов при съемке и прочие-прочие штучки, которые позволяют разобраться в том, что ты делаешь, это оказалось выше всяких похвал. Ну, естественно, я тут же, еще это несколько лет назад, был, отправился на Фуникову гору, там, где имение было прокудено-горско, и там сделал несколько кадров. Подзумировал, посмотрел, что может эта камера. Ну, действительно, здорово. Но это зум в более-менее равномерном освещении, то, что для видео очень хорошо. А что же происходит с контрастом? Вот вы видите контрастное очень изображение. То есть, когда яркий свет на заднем плане, а здесь темные деревья. Я торопливо обрабатываю эти перцы, потому что их надо приготовить, привести к такому же чудесному состоянию, как сегодняшняя моя закуска. Ну, вот, контраст тоже хорош. Более того, я стал этой Leica SL2S снимать свои ролики о фотографии. Вот, в данном случае я как раз пользуюсь камерой 8 на 10 дюймов и стараюсь там снять достаточно красивый ландшафт. Всё получилось очень хорошо, но регистрировал это замечательное мероприятие КРАС и Leica SL2S вот с объективом 24-90. Могу сказать, что камера меня удовлетворила очень хорошо. У неё там есть некоторые особенности, связанные со звуком. То есть, нужно подбирать микрофоны дистанционные, то есть, которые работают в состоянии, ну, достаточно специфические нужны, потому что не все с ней сочетаются. Но сейчас вроде бы это всё преодолено. Дальше, естественно, посмотреть, как работают длиннофокусные Bixi 90-280. То есть, классный объектив, кстати говоря. Вот редко я что-то хорошее говорю о фотографии. Но вот тут нечего мне сказать. Вот посмотрите, как бабочка нам дискутирует с пчелой, по-моему. Ну, понятно, что самое интересное – это не такие детские снимки, а как там зима, например, получается. Вот, калина на синем небе. Очень хорошо получается лейка SL2S. Более того, солнце, съёмка против солнца, с зуммированием даже, оно, так сказать, позволяет надеяться на очень хороший результат. Камера, ну, в сочетании с расстрадными объективами, работает практически безупречно. Ну, естественно, я когда поехал в командировку в Санкт-Петербург, взял их с собой. Зима, ну, в общем, уже кое-где начинает кое-что таять. Вот вид на университет, Красин, Парусник. В общем, Нева – обычные невские такие развлекухи. Вот. Ну, и макро-съёмка, особенно ветвей, особенно в сумеречный день в Питере. Такой синюшный ужас и холод. Вот. Камера отлично его передала. Ну, вот. Ну, и естественно, ночная съёмка, ведь интересно, как матрицы такого рода работают в темноте. Я пошёл погулять по Невскому, и вот там, как всегда, игруны в масочках, которые наяривают. Ну, вот. Кроме этого, ну, куда на Невскому идти? В Елисеевске, естественно. Где самый хороший выбор книга? В Интенданте и в Елисеевском магазине. Всё. Собственно говоря, я туда свои стопы и направил. Пусто вечерами бывало зимой, бывая зимой в Елисеевском, что, собственно говоря, и было снято. Ну, и конечно, интересно, как с такими объективами, как с этой лейкой, получаются портреты блестящие. Вот кадр, портрет хорошо мне известный много десятков лет моей знакомой продавщицы в книжном магазине на Невском, в начале Невского. А вот такой уже почти постановочный портрет моего коллеги в ресторане без всякого подсвета, без всякой подсветки. Ну, и, конечно, все командировки заканчиваются. Поэтому я показываю вам снятый снег. Ну, вот. И, к сожалению, в эту погоду я затеялся испытывать там некоторые фотографические приёмы. снег шёл, омерзительная погода. Мне пришлось, в общем, пристраивать всяческие камеры SL2S с длиннофокусным объективом, который работал на пределе. В роликах это кое-где я показываю. И вот в снегу я, значит, посыпаемым снежком снимаю про черно-белые оттенки зимы. Ну, вот. Всё, и зима кончается. Поэтому вот посмотрите ещё несколько кадров. Воды, лес и дороги сняты в видеорежиме камерой Leica SL2S. Но этот ролик можно считать прощанием с этой камерой. Почему? Да потому, что вышла новая камера. SL3. У неё разрешение уже очень большое. У неё шикарная шикарной программы обработки видеосигнала, о которых можно было только мечтать какое-то время назад. И, кроме этого, все те функции, которые вам показал, и работа и в темноте, и на свету, и в сложных условиях освещения, дают при этом идеальную картинку. то есть работа замечательная и получается замечательная картинка. По этой причине, поснимав и насладившись Leica SL2S, кстати, теперь они уже бушные, стоят совсем недорого, то есть дешевле как у Никона, хотя качество несравнимо. Вы можете приобрести как SL2S, так, но у кого есть средства достаточные, тот может и Leica SL3. Она обладает, еще раз повторю, всеми теми же качествами, о которых я сказал, плюс огромное количество удовольствий дополнительного рода, такие как высокое разрешение, такие как специальные профили пленок, то есть это практически то же самое, что хорошая профессиональная кинокамера, потому что на Leica, как известно, не очень, так сказать, экономят деньги, особенно на том, чтобы реализовать лучшие свойства своей оптики и своей камеры. Вот такая история. Поэтому я ее в ближайшее время, конечно, вот эту чудесную камеру SL2S продам, объективы все оставлю, поскольку они подходят клейки SL3 и буду дальше наслаждаться видео возможностями этого чудесного изделия. А сам сейчас продолжу также в тяжелых условиях начинающихся холодов готовиться к длинной ужасной зиме. петь перчики естественно обрабатывать надо, как вы понимаете, как следует. Иначе, если они будут недообработаны, они могут произвести на вас неизгладимые впечатления. То есть, так их в рот лучше не класть. А вот обработав в горячем масле определенной технологии, они могут доставить вам массу удовольствия. Поэтому за вас, уважаемые слушатели, за ваши леечные подвиги. Заодно я поздравляю фирму Лейц с созданием лейки SL3. Это действительно событие, которым я воспользуюсь. Но вам желаю новых хороших картинок, видеоматериалов. За вас, дорогие. Это невозможная вкуснота, когда перчики чуть-чуть осевшие остроты сальцем создают бесподобные вкусовые ощущения в любимой ротовой полости. желаю вам тем же наслаждения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok